всем добрый день у нас сегодня первый эксперимент счастливой субботы онлайн сейчас я попробую подключить юлию исаеву это сегодня необычная встреча так юля тоже подняла включить микрофон ты уже со мной или не со мной так включить так нет юля а как ты смогла замечательно а ты меня хорошо слышишь да у меня сейчас просто заканчивается встреча немножечко шумно будет сейчас они сейчас все выйдут все отсюда но мы потом это наверное сможем стереть а так ты я не поняла как ты подключилась но я очень рада этому для того чтобы первый раз этот эксперимент стал традицией я предлагаю придумать какой-то алгоритм да и алгоритм будет заключаться в том что мы будем встречаться с интересными людьми по теме той недели которая будет задана в нашем мирном канале с понедельника соответственно сегодня мы завершаем нашу неделю рабочую неделю которая была посвящена нашим будем говорить физиологическим потребностям и соответственно я щек посчитала что очень важным будет встреча марина 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 да будет будет встреча будет встреча именно с тобой потому что познакомившись летом этого года я поняла о том что как важно разобраться самой собой для того чтобы в конечном итоге быть очень мирной спокойной и сбалансированной немного о себе но я думаю в мирном канале где то у нас сейчас пять участников смотрят они обо мне знают вот кто-то в записи потом посмотрим а я быстро скажу о том что я врач психолог вот но по теме сегодняшняя я я женщина я мама я бабушка вот и соответственно какая еще физиологическая потребность у меня удовлетворена я жена вот поэтому о себе юля сейчас сама расскажет и мы дальше перейдем в тему вопросы ответы может быть юль у юлю есть ко мне вопросы потому что когда мы анонсировали нашу встречу никто нам не задал никаких вопросов поэтому уж как такие вопросы я приготовила к юле такие будут и если юля приготовила ко мне тоже с удовольствием отвечу юля передаю тебе слово спасибо как меня слышно очень хорошо я тебя отлично слышу отлично про себя ну я тогда прямую эстафетную палочку расскажу что я тоже жена я уже второй раз жена дочь мать в следующем году наверное я стану пока еще не бабушка вот но еще журналист с десятилетним опытом трижды лучший журналист россии а теперь психолог сексолог предприниматель владелец взрослого магазина про физиологические потребности долго думала сегодня долго думал мои учителя однажды заранили очень интересная мысль о том что масло ошибался что когда нет безопасности человек не будет заниматься сексом то есть безопасность важнее если на нас бежит тигр мы не будем ускорять наши фрикции нам все-таки важнее безопасность и после этой чудесной мысли мне она показалась очень чудесной я подумала о том что на самом деле сексуальность и секс может находиться на наверное на каждом сегменте пирамиды масло потому что не зря говорят насытиться сексом не зря секс это приложение рода для кого-то секс это отдых и расслабление отдых да у нас первейшая потребность после стресса всегда нужно отдыхать для кого-то секс это вообще соединение там слышим я или какие-то энергопрактики для кого-то секс это работа для кого-то секс это это способ понять в какой я группе из кем я кто меня выбирает в таком я кругу особенно например в виде где кастовое общество поэтому тут физиологии можно очень долго идти вверх и по боками вниз смотря где мы оказались но что касается моей работе конечно же мы все эти уровни рассматриваем в зависимости от клиентского запроса но что я слышу прям в последнее время про расслабление потому что мы все будем выискивать книги как в сутках найти 25 час мы все будем искать возможности одновременно варить борщ и черти чертежи мы все будем искать кучу инсайтов пока качаем ягодицы но вот эти вот истории про расслабление вовремя и чтобы делать что-то из состояния расслабленности а не состояния загнанности вот это восстановится стало мало сейчас мы возвращаемся в клиентские запросы поэтому в этом разрезе действительно физиологическая потребность если мы рассматриваем как состояние поддержки и состояние отдыха юля я могу немножко задать вопрос по поводу на пути то есть получилось так что ты и журналистов сразу выбрал для себя это направление как доп образование или все таки было журналист психолог и потом ты поняла что эта тема тебе близка и сексолог то есть вот это наверное же очень интересно как раз всем жителям нашего канала о том как это происходит какая последовательность вот к тому чтобы смело прийти к этой профессии которая в общем то еще табуирует нашей стране она настолько табуирована что когда меня банит фейсбук я ему целая английскую версию своего диплома и доказываю что я действительно сексолог и не просто сама себе придумала как же это получилось 17 лет университет журналистика все классно какие-то романтические представления карьерный рост это российская газета это коммерсант это рыбака это планомерное развитие это магистратура то есть я получила специалитет как журналист газеты я дополучила магистратуру журналист я стала потаневским стипендиатом я стала трижды лучшим журналистом россии в какой-то момент я сижу редактором рыбака вот так к видный год то есть это в двадцатом году было да и я понимаю что как бы я немножко это прошла двадцатом году я вышла в онлайн вот тоже самому проекту счастливые субботы четыре года да это ноябрь девятнадцатого года в онлайн я первый раз вышла в апреле когда мы оказались в локдауне оказались демиткова я поняла что мне хочется делиться своими знаниями то есть а ты в двадцатом году то есть тоже в локдауне да поняла что ты хочешь трансформировать свою жизнь и получить дополнительное образование именно как психолог это скорее была с другой стороны палка потому что я настолько я этого не стесняюсь ни разу я действительно профессионально выгорела я была в таком диком стрессе когда ну я думаю те кто хоть раз работал в новостной журналистике или в двадцатом году читал новости те знают что такое новостной стресс и я поняла что вся моя жизнь стала одним большим стрессом и я захотела лежа на массаже мне пришла в голову мысль что нужно что-то менять а массажист это была такая история что я не слышал уведомлений на телефоне только час в неделю когда снимала часы на массаже господи как же хорошо расслаблено хорошо никто не дергает и одновременно с этим моя подруга владелец секс-шопа тоже кстати одногруппница пойдем ко мне работать и игра можно я не буду делать ничего важного можно я просто буду вот сидеть и пикать терминал и нагрит можно грым ноль ответственности ноль ответственности но через год так получилось что я уже руководитель филиала я управляющая мои какие-то предприимчивые мозги видимо все равно меня сделали руководителя я заметила что люди в секс-шоп приходили с концом запроса на ручки люблю показывать видно видно не видно хорошо видно слышно хорошо вот допустим человек приходит и говорит там не знаю у меня проблема с эрекцией например да вот он мне показывает эту часть проблемы я решаю из магазина но мне так стало интересно как же он к этому пришел вот этот вот путь его вот до этого запроса я думаю ведь это может быть соматически это может быть психологически это может быть автоматически негативные мыслим все что угодно но решать вот такую богатую глубокую проблему вот одним вот таким способом наверное это не всегда может подойти мне стало интересно как люди приходят к этим проблемам я пришла искать высшее образование потому что вот эти вот курсы там две недели специалист мне показалось что это немножечко нечестно поэтому я сходила получила второе высшее образование и сейчас я в ноябре я успела освоить метод дпдг который применяется в сексологии успешно это емдар дпдг его по-разному называют это переработка негативных впечатлений движениями глаз то есть вот эта фаза быстрого сна только контролируемая полу гипноз это помогает при стосну это синдром тревожного ждания сексуальной неудачи то есть когда тревога настолько высока что секса не происходит при стосу и на этой неделе я зашла в четырехмесячное обучение на базе академии присвоением повышения квалификации это работа сексуальной травмы это работа с изнасилованием это жертва педофилов это жертва инцесса то есть все то около чего психически здоровые люди не очень хотят находиться да но причем как как показывает статистика негативного опыта почти опять-таки наши любимые 8 абсолютно работает и в этой сфере в сфере личностных отношений когда первые опыты ну вот стечение обстоятельствах и 80 процентов это травма соответственно как как ты образно сейчас показала что только острие ручки или карандаша да и ты можешь что-то написать да но как бы для того чтобы дойти до основы нужно для этого чтобы и ты у тебя был запрос и ты осознала осознавала что это тебе нужно а самое главное чтобы рядом с тобой был профессионал который имеет опыт и самое главное этический очень грамотен потому что можно получить вторую грамму травму попасть специалисту который не специалист и спасибо что ты как раз тоже озвучила эту тему что когда смотрите пожалуйста когда вы обращаетесь подобного рода специалистам где они обучались сколько лет они обучались какой они имеют опыт вот и я считаю всегда очень важно семейное положение потому что только человек который имеет опыт в семейных отношениях он реально может быть грамотным специалистом на эту тему потому что дело не только физиологии а дело как раз психологии как мы выстраиваем наши отношения поэтому юль спасибо ты все акции очень правильно я хотела с тобой знаешь обсудить потому что ну да у тебя есть магазин в перми с необычным названием кстати чем закончилась эта история с твоим названием ну она закончила она пока не закончилась я же работал я решила пойти иначе на самом деле потому что я постоянно слышу что кто-нибудь говорит а это юлия исаева бывший журналист я гранул я еще нынешний кто-то не играет хозяйка секс шоу хозяйка секс шоу то есть тихо так на ушко да и я решила что мой метод продвижения и метод того как я проявляюсь это только сарафанное радио пока что потому что запрещены вообще все все методы доступны все я сделала следующее я в этом году участвую в конкурсе женщин предпринимателей бизнес модель пермского края потому что когда я держу победу а я в этом не сомневаюсь чтобы у журналистов моих бывших коллег не осталось ни единой возможности увильнуть от того как меня правильно назвать юлия это региональный конкурс региональный конкурс я я туда иду чтобы легализовать свою профессию чтобы легализовать то что социологическая помощь нужна очень многим и что люди когда по мне обращаются это не стыдно это очень цивилизованный способ наладить свои отношения с собой с партнерами с миром очень здорово здоровье особенно психическое можно просто купить а и это как раз ведь про баланс мужского и женского до плохого и хорошего табуированного и разрешенного то есть а и это возможность реально легализовать любые отношения но именно с позиции честности открытости а и реально не видеть в этом что-то такое табуированное открытое но в любом случае как бы да включаются законы морали принятые в государстве да соответственно ты вот сейчас сказала о том что конкурс позволит тебе достойно говорить о своей новой профессии а вот но а предположим если бы если в государстве будет эта тема табуироваться что тогда ты сделаешь в этом случае если она будет табуироваться то соответственно целиком моя профессия выйдет из правового поля но сейчас пока мы идем по модели нормализации профессии и слава богу академия в которой я обучалась они сейчас контакт с мир здравом и они пытаются сделать даже уже делают огромный портал реестра сексологов то есть если человеку требуется подобная помощь он может зайти проверить если выбран и не специалист на этом портале чтобы убедиться что у него есть эпидемическое образование пока лицензированные вузы выдают такие дипломы значит мы пока еще держимся Юля и ты сейчас подняла тоже очень важную тему тему соединений с медициной то есть это же как раз и тема всех противозачаточных средств когда их назначать это темы безопасного секса и всех предметов с этим связанных соответственно как бы здесь у нас есть сертификация всей продукции которая есть в твоем магазине во-первых сертификации есть на кучу продуктов а если они не подлежат сертификации то на них есть отказные письма о том что они не подлежат сертификации это очень здорово иметь всю эту документацию потому что когда люди что-то закупают на маркетплейсе и в лучшем случае получают какую-нибудь сухость а в худшем что-нибудь взрывается добежать им некуда и доверие вообще целиком к отрасли утрачивается но ведь в нашей отрасли вообще очень много товаров так называемой космецевтики и околомедицинских товаров то есть не обязательно там какая-нибудь металлическая плевка или электровибратор условно не сверх ощущения это могут быть лабриканты для девушек у которых сухость например после родов это могут быть вагинальные шарики это те же самые презервативы то есть это условно вообще аптечная база база аптечных товаров на эти составы на эти предметы безусловно вся сертификация там мод и до с огромными сопроводительными письмами и там не дай бог даже там когда наклеечка какая-то недонаклеена сертификатами или она слившаяся мы имеем право просто вернуть этот товар чтобы нам прислали что-то с читаемыми всеми данными потому что мы работаем с телом мы работаем со здоровьем то есть я думаю что секс-шоп это про стыд про извращенцев про мыслишки про фантазии секс-шоп это про телесное удовольствие тело это здоровье нам одно тело выдается на всю жизнь и каждый о нем заботиться каждый выходит лелеет своими способами поэтому здесь все максимально осторожно максимально приятно максимально проговариваемо на совместное да и совместное нет и даже одно нет уже делает отказ совместным если мы говорим про идеальную картину мира то что мы в терапии проходим с многими клиентами поэтому я надеюсь что мы все идем в эту сторону нормализации и перестаем шептаться все очень щепотильно выбирают на каком матрасе спать мы щепотильно выбираем какую еду есть но как-то странно говорить что чем-то мы не занимаемся мы все откуда-то взялись да я думаю что сегодня в день единства и в день такого великого религиозного праздника это как раз такая возможность открыто обсудить эту тему это и про смелость одновременно это как раз про единство телесного и духовного да то есть мы все рождаемся от наших родителей одновременно мы стыдимся как бы говорить об этих отношениях с нашими детьми соответственно в нашей жизни меняются сейчас приоритеты сейчас как бы создаются по-другому семьи то есть мы можем это отрицать но это есть да а мы можем как бы негативно к этому относиться но это случается у наших близких да я имею ввиду нетрадиционные отношения и я тебе очень благодарна за именно то что ты сравнила эту потребность с телесно ориентированной терапией потому что грамотная грамотный секс это как раз про расслабление это про удовольствие и самое главное результат это наши дети вот поэтому ты знаешь я не самой было сложно переступить эту черту и начать онлайновую трансляцию именно как бы с такого направления потому что я сама воспитана бабушкой большую часть времени она мне всегда говорила что твоя школьная форма должна быть ниже колена и у меня реально не было коротких платьев и вообще у меня в жизни не было коротких платьев и честно говоря как бы я плохо представляла так как там можно соблазнять и как бы увлекать и это все же нарабатывается опытом и это как раз про честность в супружеских отношениях когда ты говоришь что тебе нравится что тебе не нравится и как бы ты хотел а с возрастом это на самом деле принимает еще и поднимаются вопросы связанные как бы с медицинской частью когда угасают гормоны когда меняется слизистая и хочется чтобы все было здоровым и процветающим и расслабляющим вот я так понимаю что в твоем магазине можно получить консультацию именно как психологическую одновременно можно получить консультацию у тебя все твои сотрудники обучены именно как ты сказала парамедицинским препаратам которые там продаются как их использовать и в каком случае и соответственно как бы я так понимаю есть и механические части которые тоже объясняются твоими сотрудниками все что угодно я даже сейчас нахожусь в своем магазине в котором внутри мой психологический кабинет а ты сейчас ты сейчас прямо в субботу ты на рабочем месте ну да вот мое волшебное кресло с акулами это это еще из истории бизнеса или это уже что-то новое это просто я его увидела и думаю ну господи ну какое еще могло бы быть у меня кресло как не такое вот и в тему обучения еще добавлю что на самом деле мало кто пользуется из коллег этой возможностью я не знаю почему но некоторые поставщики и производители они прямо топят за эту отрасль и они записывают очень много обучающего материала и мои сотрудники его смотрят всегда мы участвуем во всех вебинарах мы задаем все вопросы потому что мы здесь вот прямо на острие буквально как врачи видим насколько мы все разные насколько у нас всех разные потребности и та же самая телесно-ориентированная терапия для кого-то станет спасением а кого-то она сильнее изранит например там тех же жертв изнасилования на первой стадии этого процесса поэтому вот это вот горизонт возможности когда мы вот его хотя бы хоть как-то можем очертить там же и богатство вот эффектов возникает Юлия как вы работаете с врачами то есть у вас налажены какие-то контакты предположим вот человек приходит с какой-то проблемой говорит давайте я попробую вот это вы ему говорите а вы сначала сходите в врачу сдайте кровь на сахар и может быть как бы ваша сухость связана именно с эндокринологическими проблемами вот есть такое или нет я еще у тебя в гостях не была ни разу буду рада вас видеть вообще очень часто в терапию к сексологу уже отправляет врач сейчас кстати тренд на днях еще познакомилась со специалистом из клиники на матросово это гинеколог которая доучилась на сексолога у меня на самом деле в поле по россии то есть у нас огромное сообщество не такое огромное мы прямо видим тоже такой тренд когда врачи доучиваются на сексолога когда они понимают что их пациент соматически здоров но он у них уже настолько контакт налажен то есть например когда они пытаются зачать или когда проблему с реакцией то есть когда это какое-то многоэтапное многоэтапный анализ несколько встреч когда уже налажено доверие и просто специалисты скажем так половой сферы они доучиваются на сексолога чтобы параллельно пока идут анализы уже какие-то давать рекомендации что касается моей личной работы урологи гинекологи получают дополнительное образование становятся сексологами вот а для того чтобы уже стать психологом это уже психологом сексологом это уже третье образование или как многие пытаются добирать уже каким-то коротким курсом если это например практикующий врач да мы понимаем что есть занятость есть пациент есть семья кто с какого бока заходит кто-то берет там личное аккураторство какого-то там преподавателя например там в моей академии есть курсы полугодовые годовые если уже есть высшее образование либо психологическое либо медицинское чтобы не с изов уже идти что-то да поэтому я тоже когда получала второе психологическое образование за счет того что я врач и за счет того что у меня кандидатская то есть я там училась полтора года а не три года как это положено то есть да это есть такое супер мы всегда с коллегами в связке работаем мы всегда в интервизиях мы всегда в супервизиях мы всегда в анализе кейсов потому что как правило ну не как правило но очень часто секс это симптоматика то есть человек приходя с сексологическим запросом выясняют что его запрос вообще не сексологический он очень часто медицинский либо в общей психологии потому что это как я люблю так говорить это как грудь на похудение вот она первая отпадет и последняя добавится что в жизни любой стресс или тревога секс первая у нас потом может быть мужчины будут слушать надо что-то какое-то образное тем более у нас тобой осталось там совсем три минуты что-то образное для мужчин о том что необходимо тоже вот эта помощь им тоже нужна сексолог и психолога сон сон первый отпадет на любой тревоге сон да сон режим не устану повторять режим дня режим питания и сон это вот это залог снятия 50 процентов любой симптоматики ну смотри как у нас немного поговорили и получается что перед воскресным днем мы говорим о том что как важно научиться формировать в себе запрос чтобы нам кто-то мог помочь в Перми есть магазин есть Юлия Исаева которая может решить вопросы связанные сексологией и соответственно у нее есть контакты тех врачей которые тоже получили образование в этом направлении и как я уже сказала в самом начале казалось бы самое лучшее что у нас есть это любовь и плод любви это дети и тем не менее как бы 80 процентов входят в эти отношения травмированных так вот чтобы этого не было не стесняйтесь обратиться за помощью не стесняйтесь задавать вопросы Юлия Исаева в нашем канале пишите ей лично и я думаю что у нас только состоялся замечательный субботний онлайновый эфир спасибо большое тебе за смелость вот и за то что это состоялось и будем надеяться что это станет традицией нашей онлайн встречи в субботу всем желаю прекрасного яркого расслабленного вечера в ощущении поддержки я чувствовала твою поддержку я прямо ловила твое спокойствие и сама тихонько успокаивалась потому что начало у меня было такое сумбурное но у меня всегда так первые две минуты не надо просто выдохнуть и подышать спасибо ты мне дала эту возможность и благодарю еще раз за смелость в озвучивании этой важной для нас для всех темы благодарю в ответ всех кто с нами был и и и весь наш созданный между нами сейчас контакт мне кажется было обязательно приду к тебе в гости до свидания сейчас надо мне тоже нажать завершить трансляцию все на все что это все было не не так как